Hey, what's up, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу как читать книги на английском для каждого уровня сложности Предложу, что почитать от beginner до proficiency Вы на канале онлайн школы английского языка EnglishDom Меня зовут Мэй, и мы начинаем! Стоит ли упоминать, что чтение книг это отличный способ пополнить свой словарный запас увидеть грамматику в действии а также развить свое понимание языка Но не всякая книга подходит каждому поэтому ключ к успеху это выбор правильной для вас книги Итак, как читать? Пожалуй, главное, с чего следует начать это понять, на каком уровне английского вы сейчас находитесь Точно зная, какой у вас левел на данный момент вы сможете естественным образом впитывать новую лексику не перегружая свой мозг лишней информации Ну и тем самым в более краткие сроки вы продвинетесь вперед Одним из способов достоверно определить свой уровень владения английским языком это, конечно же, сдать международный экзамен Ну и вы, ребята, сами понимаете что это более затратный по времени и деньгам способ А читать вы хотите уже сегодня или, по крайней мере, в ближайшие дни Не зря же вы смотрите это видео Поэтому более простой способ узнать где вы в английском сейчас это пройти бесплатный тест на сайте EnglishDom Максимум 15 минут и вы начнете с наслаждением читать книги уже хоть сегодня Тест интерактивный и состоит он из различных упражнений разной сложности, которые и определяют ваш уровень Более того, он займет у вас всего лишь пару минут и не требует регистрации Поэтому переходите по ссылке в описании или же кликайте вот сюда вот и проходите тест Ну а мы с вами продолжим Dear friends, обращаюсь к вам На каждом уровне владения английским а это, напоминаю, beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced и proficiency есть свои тонкости и нюансы И если вы их освоите, то чтение английских книг превратится для вас из пытки в увлекательное англоязычное путешествие Сейчас многие книги продаются с аудиозаписью что вдвойне эффективно для вашего изучения языка Только сначала читайте, не подслушивая и переводите параллельно незнакомые слова чтобы понять и постигнуть общий смысл Так вы сможете развить навыки слушать себя воспринимать речь на слух а также улучшить фонетику то есть произношение звуков Ну а сейчас давайте перейдем непосредственно к книгам для каждого уровня сложности Beginner Если вы начинающий, то, пожалуйста, не сдавайтесь Когда вы только откроете книгу то английские тексты могут казаться для вас сплошной англоязычной буквенной лепешкой и это нормально Поэтому на этом этапе просто читайте вслух и не старайтесь цепляться за каждое незнакомое слово Сначала прочтите все произведение до конца без перевода а потом разбейте на небольшие части и по очереди их переводите При этом выписывайте незнакомые слова но без фанатизма потому что вам будет казаться что вы не знаете абсолютно ничего в этой жизни и это отобьет у вас всякое желание читать на английском Друзья, если у вас английский на уровне beginner то вернитесь в детство and this is not a joke и читайте сказки Например, English fairy tales Джозефа Джейкобса Изюминка этой книги в том, что автор путешествовал по всему миру чтобы собрать действительно аутентичные английские сказки Из 140 историй всего лишь две о феях а остальные все действительно уникальные народные сказки Если у вас есть дети тренируйтесь на Illustrated Stories for Bad Time Это сборник из 8 чудесных историй которые согреют ваше сердце весельем и приключением Уши короля осла, каменный суп, Дэнни дракон и другие истории привнесут в вашу жизнь легкость современный лексический запас а также приятные ненавязчивые эмоции на ночь Однако, если вы не фанат сказок до такой степени но reading skills вы тренировать намерены уж точно то тогда детектив Марсел и Мона Лиза вам в помощь Главный герой – детектив французская мышь и он стал свидетелем кражи картины Мона Лиза в Лувре После этого Марсель решает следовать за вором и рискует своей жизнью, чтобы вернуть достояние искусства Ну что, интересно, как будет развиваться сюжет То-то, уж поинтереснее, чем обычная сказка, да? На уровне elementary актуальны те же советы, что и для beginner Просто тут вы уже знаете чуть больше Главное, оставайтесь устойчивыми к соблазну переводить каждое незнакомое слово чтобы детализировать перевод прочитанного Оставьте ваше желание до второго прочтения и тогда вы можете смело это сделать Выписывайте новые выражения и словосочетания и учите английский не словами, а конструкциями На этом уровне, my friends, могу посоветовать приступить к более серьезной литературе, чем сказке На elementary level уж точно есть чем зачитаться Ценителям романтичности и любви советую прочитать роман Girl Meets Boy Могу порекомендовать новеллы O'Henry Это вечная классика Этому автору свойственный юмор, жизненность и неожиданные развязки Любителям готики предлагаю к прочтению готический роман House of the Seven Gables Вы на pre-intermediate читаете так, как бы вы читали на своем родном языке Пробуйте улавливать общий смысл По мере чтения выделяйте слова, фразы и выражения которые вам не знакомы И после прочтения главы вы можете вернуться и перевести их Но будьте избирательны Не стоит переводить все подряд Выбирайте два-три слова или выражения чтобы заглянуть в словарь Иначе вам просто наскучит Итак, dear friends На pre-intermediate вас ждут современные мстители The Avengers Типичный марвеловский экшен Земля на грани порабощения И только лучшие из лучших помогут спасти человечество Увлекающиеся боксом могут почитать книгу Мухаммед Али Бернарда Смита Ух, ну что, добрались до экватора Intermediate level Те, кто сейчас на этом уровне Don't lose your focus Не теряйте свою сфокусированность При чтении не просто выделяйте все, что вам непонятно а выбирайте те фразы, слова и выражения которые вам понравились и которые вы бы хотели использовать в своей речи Вот этот уровень, это самая пора чтобы начать уже делать что-то со словами которые вы подсмотрели в словарике Что касается книг то на данном уровне владения английским вас уже ждет кое-что интересненькое First of all, dear friends Это книга, по мотивам которой снят фильм Marley and me Итак, любители страшилок и ужасов да еще и японских для вас тоже есть чтиво Japanese ghost stories Слепой музыкант играет умершим духом Священник атакован головами которые покинули свои тела Пожилой человек встречает женщину у которой нет лица И, блин, мне кажется, вот это самое страшное что может произойти Ох уж эти японцы в своем типичном жутком стиле Читайте эти и другие пугающие истории And be scared Двигаемся дальше Друзья, у которых upper intermediate сохраняйте мотивированность Ваши знания языка уже приличные Тут возникает большой соблазн открыть книгу прочесть ее всю понять, насладиться собой при этом и пониманием того что вы догадались о значении слова до того, как заглянули в словарь Таким успехом в результате вы не выпишите ни одного нового слова Одну книгу прочитать так можно Однако, если вы будете повторять это из раза в раз то есть риск застрять на одном уровне Для тех, кто владеет английским на upper intermediate могу посоветовать книгу Teacher Man Автобиографическая книга про учителя из Нью-Йорка Вы уже достигли advanced level Для вас открыты все жанры Но не стоит думать что вы знаете абсолютно все Уделяйте внимание специфическим и устойчивым выражениям и определениям Прочтите наполовину автобиографическую книгу Джека Керуака On the Road Путешествия по всей Америке Какие только дикие приключения не угодишь И наконец Обладатели proficiency level Вы дождались I appreciate you Для вас одна рекомендация Читайте те жанры книг в лексическом понимании которых вы менее сведущи Предлагаю разнообразить ваш словарный запас прочитав бестселлер автора Юваль Ной Харари Sapiens A Brief History of Humankind Огонь дает нам силу Фермерство приведет нас к большему голоду Эта книга из тех которую лучше один раз прочитать чем сто раз о ней услышать Ну что, друзья Вы сегодня узнали про самые интересные книги для создания приятного досуга с пользой и интересом для каждого уровня владения английским Выбирайте книги адаптированные если ваш уровень ниже advanced И, кстати, вся эта подборка интересных книг специально для вас указана под видео Не забывайте, что перед тем, как начать читать лучше будет определить свой уровень владения английским языком Бесплатный TED от EnglishDom Простой, интерактивный и быстрый способ узнать What a level of English you have А если воспользуетесь бесплатным пробным онлайн-уроком с преподавателем то совместите приятное с полезным Получите обратную связь узнаете, каким уровнем английского вы обладаете и попрактикуйте речь вживую весело, легко и интерактивно Ну а я с вами прощаюсь See you later! Byeee!